Информационный портал Правометру продолжается свои видеоконференции, представляя уже наших завсегдатых, участников видеоконференции. Начнем с южных рубежей. Михаил Афанасьевич Белкин, руководитель Центра медицинского права Республики Крым. Добрый день, Михаил. Здравствуйте, коллеги. Иван Олегович Печерей, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стеминологического университета. Добрый день, Иван. Здравствуйте. Вторую столицу представляет Андрей Борисович Таевский, организатор здравоохранения и идеолог, руководитель, организатор веб-портала «Здравоописк». Добрый день, Андрей. Добрый день, Иван. И совсем ряда с Москвой, город Ярославль. Представлен врачом-неврологом Игорем Степановым, руководитель некоммерческой организации больных рассеянным стерозом «Гефест». Добрый день, Игорь. Добрый день, коллеги. Продолжаем видеоконференцию. Сейчас я перед вашими глазами озвучу ту тему, которую мы сегодня с вами обсудим. Ну и традиционно некоторое вступление, некие правовые нормы и обоснование, почему мы пришли именно к данной теме конференции. Еще раз акцентирую внимание на название. Мы будем рассматривать вопросы проведения экспертизы качества медицинской помощи вне системы обязательного медицинского страхования. Напомню вам, уважаемые коллеги, 323-й федеральный закон. Еще в 2011 году появилась правовая норма, которая говорила о том, что порядок экспертизы качества медицинской помощи вне ОМС должен быть установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Это был 2011 год, сейчас 2016. До сих пор данного порядка нет. Хотя прошло 6 лет. Тем не менее, совсем недавно, 14 декабря, на портале проектов нормативных правовых актов я нашел данный проект. Перед вашими глазами ссылка, графическая иконка данного проекта. Что интересно в этом нормативном акте? Оказывается, процесс разработки, запуска для обсуждения нормативного акта еще был инициирован в ноябре 2015 года. Но, с учетом, опять же, информации с этого портала, на февраль 2016 планируется уже введение его в законную силу. Я нашел на этом портале, что каких-либо дополнений, предложений по итогам обсуждения пока что не поступало. И сейчас проект находится на стадии обсуждения. Что в этом проекте? Некоторые излечения. Экспертиза качества медицинской помощи в НИМС должна проводиться некими экспертами, которые должны быть аттестованы в соответствии с постановлением правительства. Есть такое постановление, на нем останавливаться не буду. Когда экспертиза качества медицинской помощи в НИМС проводится? И каким образом? Когда проводятся проверки, как органы государственной власти, территориальный фонд УМС, медицинские организации соблюдают права граждан в сфере охраны здоровья. А также при проверке медицинскими организациями порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Методология проведения данной экспертизы в соответствии с медицинской помощью тем критериям качества, которые установлены. А вы знаете, уважаемые коллеги, что сейчас действует приказ 422АН, мы с вами его обсуждали, и через полгода, с июля 2017 года, будет действовать приказ номер 520Н. Мы с вами тоже его изучали. Что замечательного, на мой взгляд, на что я обратил внимание? Обязанности экспертов, которые будут экспертизу проводить, обратите внимание, должны дать обоснованные, объективные заключения. Ответственно, точно формулировать выводы в рамках своей компетенции. Утвержден проект формы экспертного заключения. На мой взгляд, он пересекается с заключением судебно-медицинской экспертизы Бланка. И в этом заключении идет ссылка на критерии качества. Судя по представленному проекту, должны быть оценены данные критерии, исходя из тех приказов, которые существуют в той форме, которая изложена. Обратите внимание на самый последний лист слайда. То есть, квинтэссенцией, самым важным суждением, умозаключением привлекаемого эксперта, должна быть формулировка, какие выявлены нарушения и как они повлияли на исход заболевания. И напомню вам, 323-й федеральный закон. Цель медицинской помощи, медицинская помощь, она направлена на поддержание, либо восстановление здоровья. То есть, исход заболевания должен определяться состоянием здоровья в рамках его поддержания, либо восстановления. Вот краткий экскурс в проект нормативного права вакта и тех правовых норм, которые сейчас существуют. И мы переходим к, собственно, тем вопросам, которые я сформулировал и которые вам известны заранее. Сейчас в рамках нашего экспертного мнения, а я не сомнимаюсь, что мои коллеги являются экспертами в этих вопросах, исходя из нашего с вами общения, мы должны дать оценку проекта и дать свои предложения, которые я беру на себя как модератор, оценить, сгруппировать правильно. И, может быть, направить на данный проект нормативных правовых актов. Итак, переходим к, собственно, обсуждению оценка и предложения. Устанавливаю следующий порядок. Игорь, Андрей, Иван, Михаил. Итак, представляю первому слово Игорю. Уважаемые коллеги, проект данного приказа, так сказать, он созрел. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас такая экспертиза качества оказания медицинской помощи осуществляется тремя видами экспертов. Это эксперты ОМС, эксперты департаментов и Министерства здравоохранения, то есть органов исполнительной власти. И существуют эксперты, аттестованные при органах, при управлении территориальных розыгранодзора. И у нас, как бы, так сказать, получается очень интересная вещь. С одной стороны, у нас экспертиза качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС, она проводится экспертами страховых медицинских организаций, экспертов территориальных фондов. А оказание помощи вне системы ОМС, она ведь тоже оказывается. Она у нас, как бы, вообще никем не оценивается. И данный документ как раз направлен на то, чтобы именно проводить эту экспертизу. Проводилась ли она сейчас до настоящего времени? Проводилась. Почему? Потому что мы неоднократно видели, как управление территориальное розыгранодзора, в частности, нашего субъекта федерации, проводило оценку по жалобам, которые направлялись в орган со стороны прокуратуры. Единственное, что было недостаточно, там не было формы, которая должна была заполняться экспертом. То есть не был установлен порядок. На самом деле, то есть вот эти заключения не давались несколько в произвольной форме и не было установлено жестких правил. Сейчас, если данные жесткие правила будут установлены, то эксперт получит, как бы, документ, согласно которому он должен ему следовать и писать обоснованные заключения, такие, какие у вас положены в рамках данного приказа. Поэтому я считаю, что данное постановление, оно полезно и нужно. И было удивительно, почему его до сих пор не существовало. У нас получается, что целый пласт оказания помощи оказывался, по сути дела, вне ведомственного контроля, по сути дела. Поэтому данный документ, я считаю, оправдан и должен быть принят. Игорь, ваше предложение, кратко. Мои предложения, принять данный нормативный документ. По содержанию нормативного акта. По содержанию, в принципе, он отражает те моменты, которые уже были. Потому что я смотрел постановление, допустим, органов Росзавнадзора. Там, в принципе, все эти пункты были, то, что дало в начале акта, они были перечислены. Но единственное, что данные, вот вопрос такой, что данные соответствия сертификатов, соответствия сертификатов, подтверждающих квалификацию специалистов, это проверял не эксперт, это проверял само управление Росзавнадзора. Игорь, все понятно. Андрей, продолжайте. Что касается, во-первых, нам нужно поделиться, мне кажется, сначала, что мы обсуждаем с предметом обсуждения. Этот проект действительно появился в ноябре 2015 года. После этого он завис. И вот ему уже больше года, получается, он висит. Его в феврале 2016 года планировали принять, но он давно миновал до февраль 2016 года. Скоро будет февраль 2017. Знаменательный. Поэтому, то есть, что-то происходит. И я, у меня есть беспокойство, что может произойти так же, как было с 422-го. То есть, под Новым 15-й год был проект, если вы вспомните, качество. Они были, конечно же, дурными. Что-то пообсуждалось, все затихло. Через полгода бах, вот вам 422-й. А еще через год бах, вот вам 420-й. То есть, как бы там вот это, что-то кухня какая-то варится, как бы они не выстелили чем-то, что совершенно будет абсолютно непонятно, откуда взялось. То есть, мы обсуждаем, по сути, проект, который висит уже больше года. Ну, а как, иного нет? Что на проекте есть, то и обсуждаем. У нас нет информации. Мы обсуждаем ту информацию, которую мы вспомним. Второе. Я считаю, что этот проект на самом деле ужасный. Он просто ужасный. Это смешение абсолютно понятий. То есть, если вы пройдетесь по пунктам, в каких целях проводится, кем проводится, по сути, это какой из экспертизы делается какая-то особенная форма контроля. Но это не так совершенно. Экспертиза – это профессиональное исследование, которое мы проведем, проведем экспертизу качественной помощи. Соответственно, цель – это объективно достоверное отразление качества. Соответственно, эксперт должен дать ответ на этот вопрос. Чтобы прийти к этому ответу, он должен проделать определенный путь. И вот этот путь, он должен устанавливаться как раз порядком. Сама экспертиза имеет собственную цель. Это объективное достоверное отражение качества медицинской помощи. А вовсе даже не проверка, соблюдение медицинскими организациями права проциентов. Для этого есть административный регламент розовых надзоров. Это не проверка исполнения порядка стандартов. Для этого тоже есть административный регламент розовых надзоров. У нас есть служба, которая осуществляет контроль государственный. У нас есть еще и ведомственный контроль. У нас есть контроль в сфере медицинской. Но это не контроль, а экспертиза, она универсальна. То есть эксперт проверяет, отдает ответ – качественная помощь или нет. И ответ его должен быть аргументирован. Соответственно, у него должен быть действительно некая матрица логическая, которую он наполняет данными, но это не есть проверка исполнения требований. Для этого есть надзорное слоство с административным регламентом, который дает ответ на эти вопросы. Это исполнено, это не исполнено, это исполнено, это не исполнено. Они, да, эти вопросы имеют отношение к качеству медицинской помощи. Но их набор не дает представления о качестве медицинской помощи. Соответственно, мы должны при экспертизе сочетать проверку и исполнение требований, которые действительно влияют на качество. И, собственно, качество медицинской помощи – это нечто более широкое. И тут как раз нужны профессиональные знания экспертов. Андрей, ваше предложение – зарубить, усовершенствовать, ждать еще. Я думаю, что автор проекта не мешало бы погрузиться в эти вопросы более глубоко, чтобы не сочетать эти акты. Благодарю. А что нам скажет Иван Печерей? Ну, я скажу, естественно, своя собственное мнение, которое заключается в том, что действительно, как справедливо было отмечено ранее, у нас сейчас образовался некий правовой вакуум в оценке деятельности качества медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, которые работают вне системы УМС. В первую очередь, да, это частные медицинские организации. Соответственно, действительно, было бы как-то странно то, что у государственных учреждений есть особая форма контроля, осуществляющаяся в рамках, соответственно, средствах реализации на медицинской помощи, а для частной медицинской организации такой формы контроля нет. И поэтому действительно совершенно справедливо, наверное, законам присылаться этим установлена возможность проведения вне системы УМС в порядке, который устанавливает и ранее орган исполнительной власти, соответствующей, которым является Росздравнадзор. Но очень интересно, что если посмотреть проверку данного приказа, действительно, как справедливо было отмечено предыдущим накладчиком, получается, что те, скажем так, объекты, которые должны были приезжать к проверке в качестве медицинской помощи, они так или иначе проверяются, и проверяются ранее, и уже под это есть свои административные регламенты. Действительно, проверок порядка стандартных показаний медицинской помощи еще регламенты есть, проверят там по жалобу такой регламент. И поэтому, опять-таки, да, исправить за качество медицинской помощи фактически дублирует собой то, что Росздравнадзор делал раньше по жалобам пациентов. Проводились неплановые проверки медицинской организации. Поэтому здесь я, честно говоря, только лишь вижу цель данного проекта, скажем так, закрыть требования, которые предъявляются в соответствии с федеральным законом. Вот. Второй момент, который для меня тоже был интересен, я, честно говоря, своему стыду упустил данный закон проекта «Занимание», только сейчас с ним ознакомился, стал его читать, очень сильно удивился буквально до этого момента, пока Алексей не озвучил дату его принятия, в 2014 году, точнее, когда он был запущен в обсуждение, и он планировался принять в 2016 году, в феврале, что уже как бы прошло и уже является пустым временем. Он, конечно, очень много имеет нестыковок с нынешним законодательством, а самое главное, с планируемыми изменениями. В частности, того факта, что у нас планируется, согласно законопроекту, введение как оценки качества медицинской помощи к делу некринических рекомендаций, а не стандартных, например. И данные требования, соответственно, проект не учитывает. Вот. И здесь мне бы также еще хотелось отметить, что сама по себе процедура экспертизы качества медицинской помощи органами Росграфнадзора, мне кажется, все-таки как бы избыточной, потому что тот механизм реагирования, тот механизм контроля, который сейчас есть у Росграфнадзора, вполне позволяет ему этот контроль осуществлять, в том числе без проведения дополнительной экспертизы качества медицинской помощи, которая, мне кажется, является приложением в системе обязательности по страхованию. И все-таки к иным видам медицинской организации, мне кажется, ее применять не стоит. И так много контроля самого разного существует, которые позволяют адекватно оценить оказыванную медицинскую помощь, которая была оказана этими медицинскими организациями. Ну, вот такое мое мнение. Честно говоря, поэтому какие-то предложения в этот проект вносить, но не вижу смысла. И не думаю, честно говоря, что он сейчас будет принять в ближайшее время. Немножечко не вопрос. Иван Дарьев, спасибо. Что может дополнить Михаил Крым? Михаил скажет, что не очень согласен со своими коллегами. Почему? Я объясню. Михаил практик, который постоянно работает с пациентами, которым оказана некачественная медицинская помощь. И, во всяком случае, я считаю, что данный порядок крайне необходим. Его необходимо как можно скорее принять. Даже в таком, пускай немножко сыром виде. Потом мы сможем постепенно поправить, что-то подсказать. И я поясню, почему. Уважаемые коллеги, есть государственное лечебное учреждение, которое не входит в систему ОМС. Первое, например, это система отказания противотуберкулезной помощи. И когда возникает необоснованно установленный диагноз, у меня в городе Севастополе ребенку 6 лет был необоснованно установлен диагноз туберкулез, который опровергнут и главным нештатным афтизиатром детским Российской Федерации, и главным нештатным специалистом федерального округа и лечебное заведение отказывается снять данный диагноз, который ничем не подтвержден. И когда в течение года мы просим наши территориальные органы Росгравнадзора провести проверку несоблюдения лицензионных условий, уважаемые коллеги, а вы немножечко путаете, проверку Росгравнадзора, который сейчас предоставлен, проверка лицензионных экспертизы и качества оказания медицинской помощи, потому что лицензионные условия это вообще, а конкретное, точечное, это и есть экспортиза качества конкретному пациенту, каким образом она оказывалась. И мы получаем ответ из Росгравнадзора, во всяком случае, о том, что в связи с отсутствием порядка мы не можем провести, в связи с отсутствием экспертов качества, которые были бы у нас в системе Росгравнадзора, мы не можем. Михаил, точка зрения понятна. Какие ваши предложения? Мои предложения до банальности просты. Нужно как можно быстрее принять вот этот порядок осуществления экспертизы качества, когда они медицинской помощи, в системе Росгравнадзора, запустить его. Да, он нуждается там постепенно в дошлифовке, но даже такой он должен быть принят, чем раньше, тем лучше. Потому что экспертиза качества в системе Росгравнадзора, во всяком случае, на территории Республики Крым, не работает. И не только вот этот документ заставит проводиться данный вид экспертизы. Михаил, продолжу вашу мысль. Я тоже считаю нонсенс, когда правовая норма есть, а права применения нормативного акта порядка в течение пяти лет нет. Ну, не должно так быть в правом государстве, которое провозглашено согласно Конституции. Поэтому я поддерживаю в ближайшее время данный порядок ввести, а уж дальше разбираться, насколько, какие в нем нюансы возникают в связи с правоприменением. У Андрея есть какое-то дополнение? Конечно же, порядок нужен, тем более в законе написано. Но дело в том, что это колоссальный деформирующий фактор. Деформация заложена уже в самом законе, вот в формулировках тех, что касается экспертизы, там уже заложено, что она проводится путем проверки, выявления нарушений, да. На самом деле, конечно же, мы качество оцениваем не по нарушениям, а по клинической ситуации, действиям врача и результат достигаем. Лучше он будет для данного пациента или нет. То есть мы углубляем деформацию сейчас. Этот порядок, вот он ни в коем случае принимать нельзя, потому что у нас система и без того, она перегружена бесконечными деформациям, и уже никто ничего не понимает, кто чем занимается. Все делают что-то, в мире нас не понимают, просто они не понимают, чем мы тут занимаемся. Мы делаем все, что угодно, но только не очень больны. Поэтому, еще раз, экспертиза, она имеет собственную цель, это объективно достоверный диагноз. Эти результаты могут быть использованы в целях какого угодно контроля. Пожалуйста, внутреннего контроля, ведомственного, государственного, вне ведомственного. Почему? У вас что, больные по-разному болеют в системе ОМС и вне ОМС? Они болеют одинаково? И качество универсальной помощи, оно тоже универсальное понятие. Оно не отличается, в какой системе вы работаете. Понимаете, вы ради бога там... Андрей, я это прекрасно понимаю, коллеги тоже прекрасно понимают. Поэтому я вам предоставляю слово, как самому первому, кто готов продолжить обсуждение второго и третьего вопросов нашей видеоконференции. Они пересекаются, поэтому ваша точка зрения. Хорошо, порядок будет введен в этом оригинальном виде, в новом виде. Но что после этого поменяется с точки зрения показателей качества и как ведение этого порядка повлияет на интересы участников отношений при оказании медицинской помощи? После Андрея я предоставлю слово Игорю, затем Михаилу и Ивану. Договорились? Мы сразу даем суждение по второму, по третьему вопросам, потому что они пересекаются. Андрей, продолжайте, кратко. У нас, я не думаю, что кроме Росграфнадзора здесь кому-то будет какой-то профит. Потому что этот проект, который есть, он ориентирован на Росграфнадзор. У Росграфнадзора появляются новые задачи заботы, так сказать, но в то же время расширяется их влияние. Вот, собственно, и все. Никаких положительных моментов я здесь не вижу, только один углубление, деформация. Спасибо. Игорь, продолжайте. Я считаю, что будет полезно для улучшения качества оказания медицинской помощи принятие данного порядка. Почему? Потому что у нас, посмотрите, если мы медицину, которая оказывается по ОМС, контролируем с точки зрения качества оказания медицинской помощи экспертами, то у нас платная медицина, государственная медицина, она без контроля, по сути дела. Если будет, допустим, представьте себе, что идет жалоба на платную услугу. Допустим, Росграфнадзор проводит, что должен провести оценку качества оказания данной помощи? Нет ли дефектов, какая она? Кто ее проводит? Вопрос. Судебный медикам отдать? Судебные медики не хотят оценивать качество оказания медицинской помощи в том объеме, в котором это необходимо. Значит, должен быть некий институт, который бы занимался данной проблемой. У нас это не было законодательно зарегулировано никак. Если закон об ОМС есть, то закон о пробел изображения, то закон о проверке качества оказания медицинской помощи действительно вне системы ОМС у нас отсутствовал. И нам надо вот этот вот правовой пробел как-то восполнить. И вот это вот именно восполнение данного пробела служит именно данный порядок и создание института экспертов. У нас, кстати сказать, вот эти эксперты оказания медицинской помощи, качество оказания медицинской помощи ОМС часто являются экспертами и департамента здравоохранения, и управления здравоохранения. То есть это часто бывают одни и те же люди. Насколько это нужно, чтобы это были одни и те же физические лица или разные, это уже другой вопрос. Но необходимость данной проверки качества, я считаю, она созрела и она должна быть. Улучшит ли это качество медицинской помощи? Улучшит это качество медицинской помощи. Почему? Потому что всегда, если есть какой-то контроль, то люди, которые осуществляют деятельность, они всегда находятся в некоем стимуле, что надо соблюдать порядки оказания медицинской помощи, стандарты и протоколы, как сейчас говорится. То есть они будут нацелены на выполнение и оказание качественной медицинской помощи, поскольку над ними есть контроль. Если контроля в какой-то деятельности нету, то там начинается бардак. На мой взгляд, может во всяком случае быть такое. Вот мое мнение. Благодарю. Кто на следующий? Запамятовал Иван. Продолжайте. Давайте, наверное, давай я. Значит, я скажу одно, что на мой взгляд, по второму вопросу, я посмотрю, вопрос звучит так, улучшится ли показатели качества и безопасности медицинской помощи после введения действия данного порядка. Ну, я скажу, наверное, так, если мы берем не государственные, а частные медицинские организации, я бы сказал, не улучшатся эти показатели, а они появятся наконец. Потому что действительно, как совершенно справедливо было отмечено, сейчас качество медицинской помощи, оказываемое частными медицинскими организациями, не оценивается никак. Соответственно, показателей никаких нет. Тут хоть появится, хоть самим понятно, насколько, как бы, есть ли проблема или нет. Оказывается, медицинская помощь, содержащая в качестве или нет, не оказывается. Второй момент, как это отразится на... Ну, больше, наверное, никаким образом. Как это отразится на медицинской организации, на медицинской работе? Я совершенно соглашусь, наверное, с поддержкой следующим наказчиком, что действительно контроль, наверное, необходим. Действительно, когда контроль есть, это, наверное, лучше, чем его нет. Действительно, когда правовой вакуум заполнен, это лучше, чем он не заполнен. то есть, соответственно, требования безвознительного закона, но по факту получается опять дополнительный механизм контроля, которого сейчас, на мой взгляд, очень и очень много. Еще раз разучив свое мнение, тот механизм реагирования, который есть у регулирующих органов роздатного обзора, вполне достаточный. И, как раз, апеллируя Михаилу, могу сказать, что по своей практике, я тоже являюсь практиком, могу сказать, что когда касался вопрос о проведении проверок по заявлению старшего лица, они проводились, и Ротеровнадзор очень чуть-чуть реагировал в разных субъектах Российской Федерации. Возьму, например, Нижегородскую область, первый пример Московскую область, первый пример Смоленскую область, где мне приходилось принимать участие в рассмотрении дел. То есть, действительно, не была проведена, конечно, оценка экспертизы качества медицинской помощи как таковой, но были выявлены, скажем так, недостатки, которые существовали в организации медицинской помощи, и которые впоследствии были подтверждены результатами судебной медицинской экспертизы, проводившейся в рамках этих дел. То есть, я сейчас, честно говоря, не вижу проблемы в отсутствии механизма экспертизы качества медицинской помощи, проводимой для организации, которая в систему МС не уходит. Просто другое дело, как Ротеровнадзор реагирует в разных субъектах Российской Федерации. Да, проблемы есть. А по факту, честно говоря, просто не вижу такой необходимости. И, скорее всего, новая форма контроля принесет, скажем так, больше организационных проблем в медицинской организации. Пациенты? Пациенты, наверное, выиграют, потому что действительно появится, если при отсутствии порядка, уже у контролирующих органов не будет такой отписки, как отсутствие порядка, который не позволяет должным образом реагировать на заявление пациента. Поэтому, наверное, конечно, да, пациент здесь будет плюс. Но вопрос в том, как будет оцениваться, каким образом, он пока мне, честно говоря, не понятен. И тот порядок, который сейчас есть, мне кажется, не позволит должным образом медицинскую помощь, которая была оказана в цене. Такое мое мнение. Спасибо, Иван, за мнение. Михаил согласен. Что-то хочет противопоставить? Я считаю, что, вне всякого сомнения, качество медицинской помощи улучшится. И лучше в другую сторону, потому что частная система здравоохранения и так, и государственная система здравоохранения, которая на сегодняшний день любит, тоже в плане контроля со стороны государства, а именно контроля качества оказания медицинской помощи, потому что роль здравоохранения вводит только проверки соблюдения лицензионных условий, повысится. Я очень рад, конечно, что в Московской области и в Москве территориальный розыграб надзор ведет какую-то активную работу. У нас он тоже ведет. Но, тем не менее, я могу только сказать, 323-й федеральный закон действует как в Москве, так и в Крыму. И если прописано, согласно 322-му федеральному закону, что необходим порядок, то этот порядок должен существовать. На примере Крыма могу так сказать, что на сегодняшний день порядка нет, поэтому спортивные качества не проводятся. Извините, когда пациент в чем-то пострадал, и чтобы провести проверку, просто заявление органов правопорядка этого сложно. Они начинают, не всегда, извините, в рамках уголовно-процессуального кодекса это все происходит, а в рамках УПК это идет через МЭ. В данном случае он механизм совсем другой в рамках, в будущем гражданскоправовых отношений, хочу обратить внимание, это совсем другие отношения. Поэтому я полностью поддерживаю Игоря Олеговича Степанова, который правильно, на мой взгляд, сказал, что данный вид необходим, эти экспертизы крайне необходимы. И хотя бы только для того, чтобы не переводить возможные, возможно, обращаю внимание, нарушения во взаимоотношениях между пациентом и лечебным учреждениями на систему уголовно-правовых отношений, хотя бы перевести их в гражданско-правовое отношение. Еще раз говорю, полностью поддерживаю, считаю, что качество увеличится. Когда руководители лечебных учреждений понимают, что по дефектам качество могут прийти и проверить, извините, там контроль существует. Благодарю. Михаил, понятно. Вы полагаете, что это мобилизует медицинские организации для более высоких показателей качества и безопасности медицинской помощи, медицинской деятельности. Вот я с вами категорически не согласен, но сейчас уже есть административные штрафы за невыполнение лицензионных требований, в том числе за несоблюдение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Но появится еще один нормативный акт, регулирующий порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи. Но будет больше бумаг в рамках контроля со стороны государства. В целом, показатели качества формируются на уровне медицинской организации, исходя из клинического мышления врача, имеющегося в его руках медицинских технологий, лекарственных препаратов, и его тяги к новому, современному повышению своей квалификации. И никакие порядки проведения экспертизы качества медицинской помощи, на мой взгляд, клиническое мышление не поменяет. Но в чем все-таки я вижу плюс данного порядка? В настоящее время монополия и я устанавливаю причинно-следственную связь между ненадлежащим врачеванием и наступившим исходом в компетенции судебно-медицинской экспертизы. Сейчас у нас в данном протоколе, в данном формуляре экспертизы качества, не зря я в конце обратил внимание, наиболее существенные нарушения, повлиявшие на исход заболевания. То есть мы опять начинаем говорить про причинно-следственную связь. И если появится конкуренция между различными экспертами, Ну, наверное, конкуренция двигатель всего нового, современного. И вот это, может быть, даст какой-то дополнительный толчок для осшвения медицинской деятельности. Уважаемые коллеги, с удовольствием сообщаю, что у нас еще один участник видеоконференции Санкт-Петербурга. Дмитрий Гаганов. Он старший юрисконсульт ООО Юрбюро. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, коллеги. Особенностью нашего взаимодействия с Дмитрием является то, что, к сожалению, видеоизображение скачет, и мы с Дмитрием общаемся в звуковом формате. Тем не менее, я думаю, что его оценка, его суждение тоже будут являться важными и значимыми для оценки проекта данного порядка проведения экспертизы качества медицинской помощи. Тем более, что он был участником видеоконференции и слушал то, о чем мы говорили. Дмитрий, пожалуйста, изложите свою точку зрения. С удовольствием выслушал коллег, выступивших на данной видео, своих мнений, связанных именно с практической значимостью данного приказа. Как мне кажется, принятие данного приказа даст еще один инструмент для работы в судах. Я имею в виду гражданский процесс, деликтное обязательство медицинской организации. С этой точки зрения данный приказ является благом. С другой стороны, хотел бы подчеркнуть, что это, конечно, ведомственный акт, и само экспертное заключение протокола оценки качества будет действовать именно в рамках ведомственного контроля. И поэтому некоторые трудности при применении в судах общей юрисдикции, при рассмотрении судов о возмещении причиненного вреда здоровью, будут. Хотел бы обратить внимание, коллег, что данная экспертиза не совсем экспертиза, это все-таки протокол оценки качества. Судья, например, если возьмет в руки, он обратит внимание, что здесь отсутствует подписка по 37-309, задачу заведомо ложных экспертных заключений. Ну и отдельные методологические недочеты есть. Используется термин «дефект» обследования. И из содержания приказа и информационной записки непонятно, в каком значении здесь используется дефект. Сложившаяся практика по Санкт-Петербургу, особенно в городском суде, куда я выходил несколько раз именно по деликтным обязательствам, является основанием для установления наличия причинно-следственной связи между деяниями и наступившими последствиями, и установления гражданскоправового характера вины. Что касается вообще последствий принятия этого приказа, я с неожиданной точки зрения хотел бы сказать, мне кажется, что появится большое количество локальных нормативных актов в частных медицинских организациях, описывающих порядок внедрения и поддержания системы качества медицинской помощи, которые будут заточены именно на соблюдении тех объектов исследования при составлении данного протокола, который предполагает контролировать Росздравнадзор. И, скорее всего, в фирмах, которые предоставляют готовые пакеты медицинской документации, появится множество новых услуг. Ну и хотел бы присоединиться к мнению нескольких коллег, которые сказали о том, что существует противоречие между проектом данного экспертного заключения и приказом Минздрава 520 под литерой «Н», который летом 2017 года вступит в силу с 1 июля. Несоответствие в терминологии, которая является не только внешним, но и несоответствием по существу. Хотел бы подчеркнуть коротко, считаю, что данный приказ, повторяюсь, даст еще одно орудие для защиты нарушенных прав пациентов. Уважаемые коллеги, на этом заканчиваю свое выступление. Был рад участию в конференции. Отдельная благодарность вам, Алексей, что пригласили. Я надеюсь на дальнейшее участие в конференциях по не менее интересным вопросам. Всего доброго. Дмитрий, благодарю за вашу точку зрения. Она достаточно оригинальна и затронула дополнительные стороны посредств введения в действие данного нормативного акта. Будем рады вас видеть, слышать на последующих видеоконференциях информационного портала «Права. Метру». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok